Добрый день! Мы продолжаем отвечать на ваши вопросы на библейском портале Экзегет. Вы спрашиваете, как отпустить ребенка от себя? Для начала надо понять нам с вами с самого рождения наших детей, что дети наши нам не принадлежат, никак не принадлежат. Они нам вверены в такое временное, что ли, пользование, для того, чтобы мы стали кроме сатаинничества Богу в их рождении, еще и суработниками Бога в их воспитании. Это наше сугубое, великое, величайшее, быть может, в жизни человека, если ему Господь даровал детей, ответственность. Но воспитывая их, во-первых, конечно, примером своей собственной жизни, во-вторых, примером Христовым, мы не должны с вами забывать, что рано или поздно, в зависимости от тех талантов, которые дарованы той или иной душе, наши дети будут оставлять нас и будут отправляться в свое собственное плавание, в свою собственную жизнь. И вот как многодетный отец, у которого уже старшие дети достаточно взрослые, могу вам сказать, что раньше я не понимал этого великого удовольствия, сегодня, быть может, это мое самое прекрасное и наполненное, что есть в моей жизни. Это наблюдение за тем, как мои дети старшие развиваются в своей жизни уже сами по себе, без моего, так скажем, непосредственного участия. Я думаю, что, уверен даже на данный момент, что ничего равного этому наблюдению, равного этому созерцанию, ну, кроме созерцания самого Бога и молитвы, нет для человека ни выше, ни радостнее. Свобода, свобода, которую дает нам Господь, и которая должна быть нами очень правильно воспринята, должна, безусловно, исходить от нас и распространяться на всех, кого мы любим. Потому что, если мы с вами хотим быть подобны Богу, то мы должны понимать, что первое условие нашего подобия Богу — это то, что мы всем даем свободу существовать так, как они считают нужным для себя. Поэтому христианин и не только родитель — это всегда тот, кто не осуждает чужие взгляды, чужие религии, чужие какие-то умозаключения, чужие философии. Не осуждает человека никогда. Может осуждать систему, грех может говорить, полемизировать с кем-то, если у того есть желание и намерение о взглядах, и о вкусах, и о смыслах. Но в сердце всегда решимость предоставить другому человеку, отличному от тебя индивидууму, свободу полностью жить так и существовать так, как он считает нужным. И в этом, безусловно, подражание любви Божьей. Тот, кто скажет вам обратное, того не слушайте. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Спасибо. 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 Спасибо.